Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, я вас так плохо слышу У вас там собаки какие-то заделают Вы там что-то бурчите под нос Вы можете слышать все, что угодно Я звоню по поводу долга И сумму долга вы хорошо слышали Микрофинансовая компания MoneyMan 18637 рублей Ну я понял Я понял, я MoneyMan А вы тут каким боком вообще? Мы с MoneyMan работаем по агентственному договору Так как вы нарушили условия договора А почему MoneyMan меня не уведомил заказным письмом об этом? Если необходимая документация была отправлена по месту регистрации Кто ее отправил? Отправила наша организация А мне фиолетово на вашу организацию MoneyMan мне никаких писем не отправляла Что она там с вами договор какой-то заключала Или что? Любые необходимые документы выписали Вы могли запросить Микрофинансовая компания А мне-то зачем это запрашивать? Вы мне звоните MoneyMan там с вами разобраться не может Вот пусть MoneyMan мне звонит Вы плачете не задолжены Вы не закроете свой лицевой счет Вы знаете, что долг есть Почему не оплачиваете? Вы признаете, что сейчас отпускаете незаконные действия? Вы вообще кто такие? Чтобы я вам давал отчет Да я говорю, вы вообще кто вы такие Чтобы я вам давал отчет Максим Николаевич, когда договор вы подписывали с микрофинансовой компанией Вы в курсе, что микрофинансовая компания MoneyMan Я договор никакой не подписывал Вы его читали И что, что я его читал? Я договор никакой не подписывал Вы меня слышите? При взятии денег При В том, что вы читали договор И что, что я его читал? Онлайн заявку Вы автоматически согласились с условиями договора Понимаете? Это онлайн заявку И что дальше? Вы говорите, договор подписывал Я не подписывал никакой договор у меня нет никакого договора автоматически вы его подписали понимаете где моя роспись где моя это договор оферты понимаете да засуньте этот договор свой знаете куда чего зачем прописано что вы лично несете ответственность за поступление денег это моя ответственность ваш это какая забота когда оформляли займы вы знали что не будете оплачивать как не знает ли человек решите проблему уже сейчас как вышло что вы попали в прострочку что у вас случилось до вас это вообще не должно волновать меня это касается на данный момент сейчас работа по вашему делаю вся информация касаемо вас меня интересует вас это вообще почему на определенных условиях вы берете деньги не возвращаетесь в строк а потом придумываете всякие отзыворки в том мне звонить ничего я не подписывал почему у меня микрофинансовая компания не уведомила вы вообще меня слышите или нет касается я сказала касается меня лично это касается работа сейчас по вашему делу информацию микрофинансовая компания должна сейчас предоставить когда вы узнали о долге и что предприняли работайте с кем хотите мне вообще как-то лампочки но тем не менее вы можете понимаете отрицать все что угодно долг у вас имеется который необходимо оплатить все что вы можете себе придумать и одумать понимаете специально есть необходимые документы которые подтверждают наличие вашей задолженности у вас у нас документы понимаете у вас документы но пришлите мне эти документы зачем вам прислать документы я еще раз говорю вся необходимая документация была отправлена вы вообще на каком основании вы мне звоните вот можно поинтересоваться агентский договор статья тысяча пятая гражданского кодекса федерации агентского договора будьте добрые пришлите мне на почту агентского договора вам я вообще не менее с вами общаться микрофинансовая компания уполномочила у нас еще данная проблема пускай микрофинансовая организатор уведомит меня для начала что какая-то там совы д приняла полномочия звонить мне и в частности пускай укажет вашу вот именно поменьше имя почта если бы у вас реквизиты поменялись реквизиты вас прежние заходите также личный кабинет да зачем мне это надо не а плане это зачем какая преступная что удерживать правильно потратили да сами взяли займы не подумали об этом а сейчас когда звонят по поводу задолженности начинаете искать отговорки кто что мне прислал не фланги это предприятие отверждающими конечно есть литинги вот как он идите надо удерживать у нас и веселых буквы идите по середине у суд называют такой на 2 манты что-то можно сказать до 32 года надо было обращаться нам это зачем обращаться но обращаетесь а дать или вот мне мне занимают обращаться кто потерпевшая сторона вы или там какая-то аниме меня все устраивает это вам не устраивает вы сейчас вообще работаете какую должность вы сейчас занимаетесь а у вас это зачем информацию необходима предоставить вы в доме и в дом их не вернули мне должны предоставить информацию я я узнать не знаю что он что-то предоставлять голосу из трубки и не обязательно знать понимаете вы микрофинансовую компанию тоже не знали но тем не менее умудрились зайти на тайну а вот этот при чем вы то тут причем я вам ответила в начале разговора вы вообще информация воспринимаете или что машину николаевич мы будем звонить вам до пол мы будем звонить вам пока вы не погасите свою задолженность полном объеме в удобное для нас время до полного погашения задолженности услышать у них никто не отменял для вас уши открой свои да помнили до 1 января вообще закрываетесь нет я вас позволяю максим николаевич кто закроется никуда я не денусь вам я ничего не буду платить если вы начнете производить активные действия по регулированию данного вопроса так что мы должны отправить вам домой в одну группу ну давайте я жду жду и жду группу ваших соседей одни уже тут зубы потеряли другие руки поломали свои нечаянно вы только упали только смелый по телефону я слышу да вы тоже только будете звонить что вы еще можете деньги деньги ты заработать 18 тысяч не можете отдать а смелый по разговору звонить а девушка мы будем действовать макси николаевич почетом и железные звонки далее вы понимаете да мне оси филирован вашим родственникам на три веселых буквы и все хотите звоните что поделать макси николаевич другими методами а какими методами как помилу а чего бы я там должен занимать у кого-то ты знаешь чем попахивает я не знаю занимается попахивает 63 уголовная статья знаешь такую вашу бедня можно оценить также как злотное уклонение от совершения задолженности можем поратать уголовного дела по статье 177 уголовного дела прочитай полностью а гукушка ты уголовная ответственность вы понимаете к чему это приведет статью прочитай полностью они шапку от нее выучила там а консультировать консультировать я вас не собираюсь вы знаете что это за статья и вы незаконно убеживаете я знаю что это за статья я читал ее внимательно если ты читать не умеешь прочитать статью только договор свой только договор свой не прочитали да когда деньги взяли вот потом зомби в натуре зомби я сделал почему не решили проблему ранее до того как ваше дело попал свой включи 24 если в течение короткого периода вы не решите эту проблему то ваше дело может быть продано третью и сностороннюю организацию которая менее заинтересована своей организацией вы можете говорить все что угодно с нашей стороны пока это звонки далее это выезда информацию микрофинансовой компании мы будем предоставлять и далее уже будет либо продажа долга либо передача по судебному решению 50 сумок в полном объеме далее реализации без ухлопогом только работа по месту последствия проживания конечно максим николаевич а вы что быстро информацию не умеете воспринимать все одно да потому одни и те же вопросы ой 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 на что деньги ты брали в финансовой компании это вас это не волнует вообще волнует но волнует я вам открыто говорю что меня эта информация волнует и интересует понимаете зачем она вам так сильно нужна эта информация вот мне интересно на что человек 32 года взял 8000 и вовремя не вернулся какие вы работы денег не могут что то у вас там это вы там носом никуда не упираетесь случайно вот я не могу понять какое вы имеете отношение к моей задолженности вообще а вам зачем что-то понимать ли деньги ищите оплату производителя я ничего не понимаю зачем вы не понимаете вообще зачем где вы все оформляли сейчас вы не понимаете что вам звонит и понимаете вашу задолженность но если бы вы понимали я так понимаю что вы бы не допустили наверное просроченную задолженность вы бы оплатили по графику и закрыли свой счет в микрофинадскую компанию вот лично вам да какое до этого дело большое большое дело Максим Николаевич я за справедливость понимаете вы за справедливость документы взяли и деньги конечно документы взяли и должны вернуть за справедливость а что это за 32 года деньги взяли и не ворачиваете 32 года конечно за 32 года тебе это сколько самой там лет 25 наверное я не знаю ну иди по вас надоумило в институте денег заработать не можно нужно денег заработать не можно нужно хотя бы вон полы иди мой людям добро будешь приносить а не мозги выносить буду добро это и выносить мозги Максим Николаевич мы же приносим тебя правильно выносить людям мы же добро приносим себя то есть вы взяли 8000 Сейчас микрофинансовую компанию Что тебя так беспокоит? 18 тысяч, я так думаю, это для вас маленькая сумма Вы ждете, пока сумма дроится до 100 тысяч, чтобы выплатить в полном объеме Для вас сумма уже маленькая, наверное, 18 тысяч Нет, вот ты голову ты голову свою включи немножко Если я не смог 8 тысяч отдать сколько ты мне там сейчас рисуешь? 18 тысяч? Вот, я тем более А это не я рисую, это вы документы эти подписали Максим Николаевич Какие документы я подписал? Я сама написал Я никаких документов не подписывал Да не надо мне ничего объяснять А вы автоматически спросили с условиями договора, понимаете? И после вас автоматически поставлены На вас договор Сходи к лору Уши помоет он А вы не беспокойтесь Что мы задумываемся Передневно увеличивается За счет Да и все равно не успешивается Штрафы 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 На каком основании? На том основании Суд На толстом основании Вы думаете, суд будет вникать в ваши проблемы? Или что вы придете Вот именно что суд и решит Сколько я должен Документы Документы На каком основании Вам должны Считать проценты? Где документы? Личный кабинет Открывайте свой За суд Личный кабинет Ты в суде тоже будешь говорить? Товарищ судья Вот посмотрите Личный кабинет Да? Нет Ну и все Что ты мне тогда тыкаешь На свой личный кабинет? Есть документы, понимаете? А где документы? Покажи мне документы Документы у нас Документы далее пойдут В микрофинансовых компаниях А далее Либо продажа долга Либо передача Дело в суд Понимаете? Тупая Тупая Куда они пойдут? Они так же пришли В микрофинансовой организации Тебе Это вы наверное Не пришли Что вы сделали Да? Украла На бирже дожняков Это вы думали Я оформлю займ Да? И ничего не будет Да, конечно Никому ничего не буду отдавать Никому ничего не будут отдавать Имеются документы Да, я же ничего не подчислила Прочитайте Какой договор Где документы? Прочитайте Что это за договор Документы у нас Документы у нас Документы в одном места Вот Вы что? Это вы получите деньги Ищите Для того чтобы оплатить сумму Да, я ничего не буду искать В полном объеме Все Вопрос Товарищу Су Суде! 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 До свидания, я в суде! Суде! До свидания, я в суде! 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 Вот будет суд до 23 декабря, поступит оплату. Не будет суд! Сначала негативный процесс, который в суде может бабочек ловить. Иди на суд, бабочек ловить. Там погода у вас хорошая на Западе. Погода у вас, говорю, хорошая на Западе. Бабочки еще летают. Слилась! Друзья, здравствуйте! Это Кузнецов Дмитрий. Автору огромное спасибо за ролик. Ну, я надеюсь, у многих хватило терпения это слушать. Тут мои комментарии. Я понимаю, что у самой онлайн-организации, вот это онлайн-займ, какой бы там ни было, манимэн или еще какие-то манимэн, не знаю, шансов ноль. Вот с человека, который понимает что-то получить. А у коллекторов-то какие шансы? Коллектор это вообще уже в этом случае просто безоружное существо, надеящееся на глупость, на тупого человека, который вот просто действительно знает только одно. Я везде всем должен. Я везде всем должен. Я везде всем должен. Кто бы мне ни сказал, я ему должен. Если мне кто-то говорит, я должен, значит, я тут же становлюсь должен. Вот иду по улице, подходит ко мне человек и говорит, ты мне должен. Значит, все. Значит, так. Раз мне сказал кто-то, значит, я должен. В любом случае, я всем всегда должен. Вот на каких расчет. Но только не на тех, кто на нашем канале. И вот это вот тоже курица. Кудахчит, кудахчит. Знаете, редко, конечно, но попадаются коллекторы, когда они понимают. Вот тут у нас недавно я выкладывал ролик, да, где коллектор все понял и просто попрощался и слился. Нет, ну это же реально заводится. Это реально сама себя убедила в том, что она делает правое дело. Все вокруг козлы, а она вот такая вся тут за правду бьется за чужие деньги. Но это действительно четко, конкретно подчеркивает безмозглость этой овцы. Вот ну реально, вот просто в голове пустота. Ну по-другому быть не может. Она не заслуживает ни уважения, ни какого-то сочувствия, ни каких-то других человеческих эмоций. Это просто человеческий ноль. Ноль без палочки, как говорят. Понимаете, ни больше и ни меньше. Но я призываю и других людей, понимаете, если ноль без палочки вам что-то говорит и вы начинаете это слушать и вникать, и, ой, простите, не вникая, исполнять его требования, то кто же вы тогда? Я сейчас обращаюсь к тем, кто еще до сих пор сомневается. А кто вы тогда? Конечно, никогда не поздно переменить свое состояние. Наш канал для этого и создан, и успешно развивается, и никогда не остановится в своей деятельности. Он растет, растет и растет. Те, кто полгода назад был подписчиком нашего канала, совершенно отчетливо подтвердят, что полгода назад у нас там пару тысяч было в подписчиках. Сейчас вот уже совершенно другие цифры, да. И людям это надо. Достаточно просто слушать наши ролики, и вы начнете постепенно понимать. Во всяком случае, сначала сеется сомнение какое-то, а потом вы начнете обрастать какими-то знаниями, в такой ненавязчивой форме. Поэтому я всегда призываю, ставьте лайки. Лайк дает возможность каналу развиваться. А ваши лайки стимулируют саму администрацию YouTube на продвижение нашего контента. Это некоммерческий контент, но в то же время мы предлагаем и свои услуги. Это сугубо добровольное дело каждого, потому что, если вы хотите уже в законном формате документально все в порядок привести, то здесь, конечно, без помощи юристов не обойтись. И наши специалисты, специалисты компании Лям, естественно, сделают вам для вас всю необходимую работу именно в законном формате. 100% законные решения. И вот ваше внутреннее состояние, что вы никому не должны, мы еще подкрепим документально. То есть вы увидите, мы обложим вас со всех сторон документами. Мы покажем, что вы никого не боитесь, ни от кого не скрываетесь. И вы эксплуатируете закон так, как он должен быть эксплуатирован, и не так, как вам рассказывают вот эти вот взыскатели, банкиры, коллекторы. Поверьте, закон на вашей стороне. Смотрите, ссылочка есть в описании ролика, там наш сайт, ну, ссылочка на наш сайт, и на сайте выложена презентация алгоритм работы кредитных юристов. Мы не говорим просто, приходите к нам, мы что-то там сделаем. Посмотрите видео и поймете, действительно поймете, что мы для вас можем сделать. Хорошее такое полноценное видео презентация алгоритм работы кредитных юристов компании Алиам. Да, мы не изобретаем велосипед, но мы делаем так давно и для многих, и получаем результат. Очень много довольных клиентов. Также ссылочка на группу ВКонтакте, там все ролики дублируются. И, соответственно, я вам предлагаю подписаться, вступить в нашу группу, вы будете тоже в курсе дел уже через соцсеть ВКонтакте. Репост в соцсетях, это очень важно. Чем больше людей поделятся ссылкой на эти ролики, на наши ролики, тем большее количество людей узнают в арифметической прогрессии о существовании нашего канала. И это моя личная просьба, отдельное спасибо за репост. Как сделать репост? Элементарно, под каждым роликом есть слово «Поделиться». Нажимаете на это слово, выплывает целая ленточка социальных сетей, выбираете ту, в которой вы зарегистрированы, где у вас есть друзья. И просто выставляете там галочку и все дальше система сделает. Ну а я вам желаю счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Ну и, конечно же, финансового здоровья. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова